В Донецке расследуют убийство одного из самых известных командиров ополчения. Михаил Толстых, его знали по позывному ГИВИ, погиб сегодня утром в собственном кабинете. Стреляли из реактивного огнемета. Власти ДНР уже назвали это терактом, за которым, как предполагают, стоят украинские диверсанты. Репортаж Дмитрия Зайцева. Здание воинской части, где располагается батальон Сомали, сейчас оцеплено. По периметру стоят вооруженные сотрудники спецслужб. Ближе туда не подойти. В самом здании работают следователи, а вокруг воинской части находится вот этот частный сектор. Как мы видим, улицы совершенно пустые, местных жителей не видно. Кабинет командира батальона Михаила Толстых, больше известного как ГИВИ, полностью разрушен. Выгорела мебель, двери, всажи, стены кабинета и соседних коридоров. Руководство ДНР уже заявило, что убийство полковника вооруженных сил самопровозглашенной республики является терактом. Его совершила украинская диверсионно-разведывательная группа в районе 6 утра. На полях сражения у них не получается нас побеждать. Они получили в любом своем наступлении котлы. Они нас убивают подло. Ранее сообщалось, что ГИВИ погиб от взрыва заложенной в его кабинете бомбы. Однако позднее исследователи сообщили о применении реактивного огнемета «Шмель», снаряд которого был выпущен с улицы по окнам кабинета командира батальона. В Минобороны ДНР считают, что за этим терактом стоят украинские силовики. Советник министра внутренних дел Украины Зарян Шкиряк уже выдвигал предположение о возможном покушении на командующего батальоном «Сомали». После того, как в октябре прошлого года в результате теракта был убит другой командир ополчения Арсений Павлов, известный как «Моторола», взрывное устройство было установлено в шахте лифта его дома. 4 февраля Шкиряк предупреждал о том, что ГИВИ может быть следующим. Обвинять кого-либо я пока не могу, потому что следственные мероприятия проводятся. Но я подозреваю, что это все-таки та политика по уничтожению лидеров, как ДНР, так и ЛНР, которые предпринимает Украина. Она продолжается. Смерть Миши – это тому подтверждение. Как сообщили в правоохранительных органах самопровозглашенной республики, им удалось по горячим следам выйти на предполагаемых исполнителей. Впрочем, еще предстоит выяснить, почему столь защищенный объект оказался уязвим. Надежда живет в соседнем доме. Проснулась от сильного хлопка. «После взрыва начался огонь. Он мог перекинуться на мой дом. Я быстро позвонила в пожарную. Пожарная приехала. Мы думали, что за каменной стеной тут на поселке живем, потому что рядом ребята, ополченцы, которые нас охраняют. Мы спокойно спали. Конечно, очень жалко Михаила. Очень». Михаил Толстых родился в Иловайске в 1980 году. Служил в украинской армии. Но с самых первых дней конфликта в Донбассе вступил в ряды ополчения. Затем стал командиром батальона «Сомали». Принимал участие в боях за Иловайск, Дебальцево и Донецкий аэропорт. Несколько раз был ранен. Последний раз на его жизнь покушались в апреле прошлого года. В Донецке и Макеевке усилены меры безопасности. У прохожих проверяют документы, автомобили тщательно досматривают. В ДНР объявлен трехдневный траур. Похороны Михаила Толстых состоятся в эту пятницу. Дмитрий Зайцев, Вячеслав Черешко, Рушан Умяров и Дмитрий Синицын. Первый канал. Донбасс.